Более 20 тысяч кировчан увидели головокружительные трюки одних из лучших в мире пилотов экстракласса. В субботу в Кирове свое захватывающее шоу показала легендарная пилотажная группа «Русские витязи». Время, когда пилоты прилетят в наш город, было известно заранее. Тысячи кировчан отправились на набережную, чтобы посмотреть на эти головокружительные воздушные фигуры. Из-за массового ажиотажа ближе к набережной образовался транспортный коллапс. Одни не успели на начало представления, другим пришлось часами стоять в пробках на обратном пути. Но, тем не менее, выступлением русских витязей кировчане явно остались довольны. Все подробности в сюжете. Ярких эмоций. Мы очень ждем. Восторга, восхищения. Легендарная пилотажная группа «Русские витязи» не заставила себя ждать ни минуты. Шесть пилотов экстракласса прилетели в наш город из Перми с военной точностью. А вот многие кировчане не успели попасть на набережную вовремя из-за больших заторов. Некоторым пришлось наблюдать за всем прямо из машин в пробке. Те, кто все-таки успел добраться на место, наполнили всю набережную. Свободных мест, кажется, не было совсем. Все взгляды были направлены в небо. Мертвая петля, она же петля Нестерова, считается одним из самых опасных воздушных элементов. В вертикальной плоскости шесть самолетов летят друг от друга на расстоянии всего одного метра и совершают замкнутый круг. Примечательно, что пилоты выполняют этот трюк на скорости 600 км в час. Русские «Витязи» — единственная пилотажная группа в мире, которой разрешено устраивать показы авиационной техники для всех желающих. Каждая из шестерки пилотов управляет боевым многотонным самолетом СУ-30СМ. Такие истребители сейчас на вооружении почти в каждой российской части ВВС. Чтобы попасть в легендарную пилотажную группу, пилоты набивают руку лет по семь, а потом в обучении не останавливаются ни на минуту. Прямо сейчас русские «Витязи» расходятся. Их будет четверо, а не шестеро, как было в самом начале. И трюки будут выполнять вчетвером. Широкий ром, пошли! Широкий ром, расширенный ром! Наши пересмены на веру! Каждый воздушный трюк сопровождался бурной реакцией и аплодисментами кировчан. Тем более, последний раз подобное шоу в нашем городе было 12 лет назад. Честно говоря, 12 лет назад было лучше. А сейчас почему? Световых, дымовых эффектов не было. Мало. Но детям все равно понравилось. Они видят первый раз. Очень здорово, ребята, вообще здорово! Кто здесь был, счастливчики! Отличное впечатление! Очень понравилось! Посмотрите, понравилось! Вообще, идеал! Молодцы! Гурные аплодисменты! Просто молодцы! И плавно опускается на хвост! Управляемый сборка! Это позволяет выполнять отклоняемые витара тяги на этом прекрасном самолете, дорогие друзья! Ажиотаж вокруг русских «Витязей» начался в Кирове еще за день до основного выступления. Пилоты прилетали в наш город, чтобы изучить местность. Тогда на репетицию пилотов с набережной собрались посмотреть десятки людей. Земли руководил действиями истребителей Сергей Соков. С помощью большой рации передавал информацию прямо в кабины истребителей. Кому, в какую сторону и на сколько сантиметров направит самолет? Насколько еще можно приблизиться к земле, чтобы зрители снова замерли? Как все прошло? Вы же видели, как прошло. Все прошло на ура! Все элементы выполнили? Все выполнены элементы, да. И как и на отлично. Прекрасно. Ну как? Ну вы же видели, как люди аплодировали. Значит, праздник удался. Прекрасный город, хорошая атмосфера, добрые люди, прекрасная природа. Как выяснилось, уже после авиашоу на набережной собрались более 20 тысяч кировчан. На несколько тысяч меньше собралось на концерте группы «Звери в день города». Выступление русских витязей, как и обещали, длилось около получаса. За это время пилоты успели выполнить 8 воздушных элементов, а после улетели на родину в Пермь. Артем Миронов, Антон Мамаев, информационный канал «Город».